Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первое видео Авторынок. Если вы еще не наш подписчик, рекомендуем подписаться. На канале вы найдете много интересной и полезной информации о выборе и покупке поддержанных автомобилей. Ну а если вас интересуют наши вакансии или автомобили в наличии, доступные к покупке, все это ищите на нашем сайте. Ссылочки будут в описании под видео. Одной из самых востребованных категорий среди праворульных автомобилей, ввозимых из Японии, всегда были и остаются до сих пор микроавтобусы на 7-8 посадочных мест. Поскольку европейский производитель машина такого формата обычно не предлагает. Европейские автобусы, как правило, крупнее. Да и Южная Корея не отстает. Grand Starks это больше коммерческий транспорт, чем семейный автомобиль. А герой нашего сегодняшнего сюжета это не только практически единственный оставшийся доступный к ввозу вариант, поскольку японцы запретили к экспорту автомобиля с объемом двигателя более 1,9 литра. Но еще и один из наиболее интересных с точки зрения самого автомобиля вариантов для покупки. Правда, рассматривать его мы будем на примере ныне уже более недоступной гибридной версии. Такая ирония. Встречайте, Honda StepVegan в кузове РП. Рестайлинг. Honda StepVegan в кузове РП встала на конвейер в 2015 году. Эта модель выпускалась до 2021. При этом в 2017 году его провели через рестайлинг. И у нас сегодня как раз обновленная версия. Кстати, по части агрегатов здесь выбор не очень большой. До рестайлинга был вообще один-единственный двигатель. Это до сих пор доступная к ВОЗу в Россию полторашка на 150 лошадиных сил с турбонаддулом. Сочетались такие моторы с вариаторной коробкой передач передним либо полным приводом. А с рестайлингом добавилась версия с гибридной силовой установкой, где был двухлитровый бензиновый двигатель на 145 лошадиных сил. Наш сегодняшний экземпляр как раз такой. Это гибрид 2017 года выпуска. Место на дороге этот StepVegan занимает не так уж много, не более, чем иные легковушки. Длина этого автобуса 4 метра 69 сантиметров. Ширина 1 метр 69, а высота 1 метр 85. Колесная база здесь солидная 2,89. Радиус разворота в зависимости от версий колеблется в диапазоне от 5,4 до 5,8 метра. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то у Хонды StepVegan в кузове РП разброс показаний толщиномера для родной краски, как правило, будет лежать в диапазоне от 80-85 до 105-115, но край 120 микрон. Что касается сопротивляемости кузова коррозии, то банально подобные автомобили еще слишком свежие, чтобы делать далеко идущие выводы. Но, во всяком случае, откровенно ржавые РП кузова встречаются не часто. Хотя, если вы имеете дело с полноприводным вариантом, имейте в виду, такая машина могла эксплуатироваться на севере Японии, где зимой также используются антигололедные реагенты. Поэтому, без осмотра на подъемнике, покупать подобную машину было бы опрометчиво. Обзор автомобиля внутри. Начнем с багажника. Доступ куда можно получить двумя способами. Это поколение StepVegan знаменито своей сложной формы пятой дверью. Ее можно открыть как калитку, в случае, если вам надо погрузить что-то небольшое, либо у вас ограничено пространство на парковке, либо полностью наверх. Обращает на себя внимание очень маленькая погрузочная высота. Сидения третьего ряда в данном случае, по традиции, так же, как и на предыдущих поколениях этого минивена, прячутся под пол и не съедают пространство наверху, что удобно. Ширина проема в его средней части – это 115 сантиметров. Высота проема от пола до крыши – порядка 121. Расстояние по полу от пятой двери до второго ряда сидений, которые, кстати, можно регулировать вперед-назад – 112 сантиметров. А ширина в наиболее узкой части багажника – между пластиком колесных арок – 98 сантиметров. Расстояние для перевозки длинного груза, если протолкнуть его между отдельными креслами второго ряда – порядка 212 сантиметров. В случае, если вам нужен третий ряд, то багажник у вас претерпит некоторые трансформации. Выглядит это примерно следующим образом. Сидения поднимаются достаточно легко, надежно фиксируются, и багажник все равно получается достаточно солидный, благодаря тому, что освобождается ниша в полу. Так что на этом автобусе вы сможете уехать большой компанией и увезти прилично поклажа. Что касается дополнительных фишек по багажному отделению этого автобуса, то здесь особо не о чем говорить. Есть пара крючков для сетки, фиксирующий груз, есть розетка, правда, практически бесполезного у нас формата на 100 вольт. И ручка, за которую можно придерживаться, если проникаете внутрь автомобиля через откидную калитку. Что касается салона Honda StepWagon в кузове RP, на самом деле различий у гибридного и у обычного StepWagon по салону не так уж и много. Есть небольшие отличия в комбинации приборов. В данном случае мы видим дополнительный индикатор работы гибридной системы, заряд либо потребление электроэнергии. Также на центральной консоли рядом с клавишей электронного стояночного тормоза мы видим кнопку EV, которая позволяет принудительно активировать режим движения только на электротяге. И селектор коробки передач теперь напоминает таковой на гибридных фридах либо шаттлах. По посадке здесь все прекрасно. Рулевая колонка у нас имеет регулировку механическую, правда, но в очень большом диапазоне, как и на большинстве автомобилей Honda. Водительское кресло имеет довольно большой диапазон регулировок плюс регулировку по высоте. С учетом автобусной посадки человек любого роста подберет здесь для себя хорошее положение. При росте 1,86 м мне это сделать удается. Комбинация прибора здесь цифровая, но при этом читаемая, яркая, но не кричащая и не режущая глаз. Все наглядно и лаконично. В плане опоры под локти также полный порядок. Подлокотник на дверной карте обшит кожей, он мягкий, ну а с левой стороны есть отдельный откидной. Кстати, такой же у переднего пассажира. С правой стороны ровно под рукой блок клавиш стеклоподъемников, водительское стекло с авторежимом управления зеркалами, центральным замком. Справа внизу под подстаканником система стабилизации и вспомогательные функции наподобие контроля дистанции, контроля движения в полосе. Обе боковые двери здесь электрические, управление осуществляется при помощи клавиш справа от рулевого колеса. Сам руль в данном случае представляет собой наиболее полный вариант. Здесь есть круиз-контроль, причем круиз радарный, плюс машина умеет автоматически держать полосу. Клавиши управления подключаемым по Bluetooth протоколу телефоном и управление мультимедией, плюс бортовой компьютер. Подрулевые переключатели здесь на своих местах, пользоваться ими приятно и удобно, тянуться не придется. Слева от руля прячется от вас при нормальном положении кресла водителя кнопка запуска двигателя. Слева экран мультимедийной системы, на которой выводится картинка с камеры заднего вида, где вы можете еще и менять угол обзора в зависимости от того, какой вам на данный момент удобнее. Панель климат-контроля. Климат здесь полностью автоматический и рассчитанный на три зоны. Или, как еще говорят в народе, здесь две печки. То есть задним пассажирам полагается собственное управление климатом в плюсовой температурной зоне. Есть подогревы боковых зеркал и подогревы сидений. Салон здесь, кстати, полностью кожаный. Подогревы могут работать в одной из двух степеней, сильный либо слабый нагрев. И опция эта отнюдь не лишняя. На центральной консоли внизу располагается кнопка включения-выключения электрического стояночного тормоза, а также клавиша управления функцией brake hold, когда машина держится на месте рабочим тормозом при отпущенной педали. Очень полезная штука для езды в пробках. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения, здесь с этим полный порядок. По два стационарных подстаканника находятся по углам центральной консоли, плюс дополнительный выдвижной посредине. Есть кармашек внизу самой панели. Также у нас есть полочка над основным бардачком, куда можно сложить, например, мобильные телефоны. Сам бардачок в данном случае у нас довольно вместительный. Сюда войдут, в принципе, и документы формата А4, и какая-нибудь книжечка. Дополнительная емкость для хранения в виде открытой полки посредине. Между передними сидениями есть у нас отдельный подочечник на потолке, плюс зеркало панорамное для наблюдения за задними пассажирами. Удобная функция, особенно для тех, у кого сзади ездят маленькие дети. Внизу дверных карт располагается несколько этажей подстаканников и ниш. Самый нижний карман очень вместительный. Сюда можно сложить очень много разного рода мелочевки. Ну а подстаканник вынесен повыше, что с учетом немаленькой высоты самой двери удобно. Плюс есть два дополнительных бардачка на передней панели. Бардачки снабжены микролифтами, так что даже при поломке замка, а такая проблема на подобных кузовах, во всяком случае, на дорестайлинге встречалась, они не будут перекрывать вам обзор на переднюю панель. Что касается обзорности, здесь у Хонды Степвеган в кузове РП полный порядок. Посадка высокая, линия остекления низкая. Боковые зеркала, мало того, что большие по площади и информативные, они еще и имеют зоны с преломлением. Так что слепых зон сзади здесь практически нет. Дополнительные большие окошки в передних стойках позволяют убрать мертвую зону при повороте направо-налево. Пешеход за ними не спрячется. Естественно, капот невидимка, но это проблема всех микроавтобусов. Зато сама панель низкая, лобовое стекло большое по площади. Плюс традиционно для модели Степвеган здесь присутствует дополнительное зеркало-перископ для наблюдения за левым передним колесом во время маневрирования. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на задних рядах. Само собой, разумеется, проблем с пространством вокруг здесь нет. Запас над головой, запас для коленей просто огромен. Ноги есть куда поставить. Плюс удобство добавляет и наличие регулировки кресла по длине. Вы можете либо освободить больше места для задних пассажиров, и вот это практически максимально сдвинутое вперед положение, либо ехать весьма льготно. Опора под локти присутствует справа и слева в виде отдельных подлокотников. Естественно, есть регулировка спинки по наклону. Есть дополнительное удобство в виде столиков с двумя подстаканниками у каждого из задних пассажиров. В данной комплектации присутствуют потолочные DVD и собственная панель управления климатом с возможностью регулировки температуры, выставлением авторежима, регулировкой направления обдува и скорости вентилятора. Ну а потолочное освещение управляется одним большим выключателем с круглой вращающейся рукояткой, которая позволяет регулировать яркость. Еще один дополнительный момент для комфорта задних пассажиров – это шторки на боковых окнах. Ну и приятные мелочи – подстаканники внизу дверной карты. Что касается третьего ряда, то он рассчитан на двух пассажиров, хотя есть дополнительное гнездо для третьего ремня, но какого размера должен быть этот третий пассажир – до конца непонятно. Переднее сидение, будучи сдвинуто максимально до упора, вынуждает контактировать с ним коленями. Но это при росте 1,86 м, и напоминаем, что его можно сдвинуть чуть дальше. У заднего сидения есть регулировка спинки по наклону. Здесь, в общем-то, неплохо. Запас пространства над головой большой. Есть подлокотники, правда, уже пластиковые и жесткие. У правого пассажира будут три подстаканника, а у левого только два. Зато ему доступна 12-вольтовая розетка в боковой панели. В целом, выдвигаться в дальнюю дорогу на третьем ряду Honda StepWagon, конечно, можно. Хотя удобнее будет воспользоваться раздельными креслами второго ряда. Что касается силовых установок, то базовая Honda StepWagon имеет под капотом полуторалитровую турбо-четверку с непосредственным впрыском топлива. Индекс такого двигателя L15B. На ходе StepWagon этот мотор выдает 150 лошадиных сил. Привод газораспределительного механизма у него цепной. И, как таковых слабых мест, этот агрегат, по сути, лишен. На данный момент времени единственное, с чем приходится сталкиваться некоторым владельцам подобных автомобилей, это необходимость замены форсунок непосредственного впрыска топлива. И то, как правило, по причине заправки некондиции. Хотя, в целом, надо отметить, двигатель спокойно переваривает 95-й бензин. И, кстати, на других моделях Хонды этот же самый L15B Turbo выдает уже 180 плюс лошадиных сил. Так что, при желании, можно обновить прошивку на своей Хонде StepWagon и увеличить мощность. Что касается второго варианта, то он даже поинтереснее. Правда, как мы уже упоминали во вступлении, такие машины в настоящий момент к экспорту из Японии запрещены. Под капотом гибридный Хонды StepWagon, появившийся в рестайлинге, стоит двигатель, чья маркировка звучит как LFA. Это тоже рядная четверка с цепным приводом газораспределительного механизма. Этот мотор выдает 145 лошадиных сил и крутящий момент 175 Нм, уже с 4000 оборотов в минуту. Но с ним в паре в составе гибридной установки трудится еще и электродвигатель мощностью 135 кВт, добавляющий целых 315 Нм. Смысл гибридной силовой установки от Хонды в следующем. Эта система имеет в своем составе бензиновый двигатель, литий-ионную батарею, электромотор и вариаторную коробку передач. В зависимости от режима движения, система работает в одной из следующих конфигураций. Движение чисто на электротяге, когда электродвигатель крутит ведущие колеса от батареи без участия самого бензинового агрегата. Второй режим гибридный, который используется при движении на чуть больших скоростях, чем чисто городские пробочные, либо при движении, например, в гору, когда бензиновый двигатель включается в работу и используется как генератор для питания электромотора, который уже в свою очередь вращает колеса. Третий режим используется на трассовых скоростях движения, когда двигатель бензиновый напрямую соединяется с колесами через коробку передач, а электрическая часть из работы выключается. Подобная схема реализована в том числе и на минивэнах Одиссей. Последнего. При этом ключевое преимущество подобной схемы – это экономия топлива. Даже полноприводная ЦРВ в городе расходует около 5 литров на 100 км пробега. Моноприводный степ-вэган примерно столько же. А что касается отдачи подобной силовой установки, коротковременно на разгоне эта комбинация способна выдавать 220 лошадиных сил. Суммировать мощности электромотора и бензинового двигателя на подобных установках будет не совсем корректно. Прежде чем посмотреть на хонду степ-вэган РП снизу на подъемнике, давайте пробежимся по дорожному просвету, каталожное значение которого для этой модели – 155 мм. Вооружимся рулеткой и проверим, так ли это. Низшая точка в данном случае – это пластиковая защита моторного отсека. Расстояние от асфальта до нее – 16 см. Передний бампер находится на отметке около 19,5 мм, а резиновый брызговичок в 14 см от асфальта. Расстояние до пластиковой накладки порога за передним колесом – 19 см. Задняя часть повыше – 21 см. Расстояние до края заднего бампера – 27 см. Чуть-чуть ниже свисает, собственно, задняя часть пола кузова. Та самая ниша, куда прячется сидение. Но в целом нужно констатировать, что для японского микроавтобуса дорожный просвет у Honda Stepwagon RP весьма приличный, даже с учетом длинной колесной базы. Что касается конструкции ходовой части, передняя подвеска этого автобуса выполнена по схеме типа Макферсон. Примечательно, что шаровые опоры в передних рычагах имеют болтовое соединение и меняются отдельно от него. Это плюс. Стабилизатор поперечной устойчивости в нашем случае крепится на подрамнике сверху. Но доступ к его креплениям слегка затруднен, но не слишком сильно. Так что при желании поменять втулки здесь все же получится без демонтажа подрамника. Рулевая рейка у нас полностью электрическая. Ну а по части антикоррозийной обработки – это автомобиль для внутреннего японского рынка, соответственно. Но кроме шовного герметика мы не видим здесь никакой дополнительной защиты, кроме пластиковых защитных кожухов под днищем. В задней части автомобиля у нас располагается топливный бак. Он пластиковый, его объем 52 литра, причем независимо от версии автомобиля. А вот горловина его заливная металлическая, поэтому при осмотре подержанного автомобиля обращайте внимание на ее целостность. Хотя для рестайловых РП-кузовов это дело еще далекого будущего. Задняя подвеска у нас обычная зависимая балка. Здесь очень крупные сайлинг-блоки, которые обещают служить как минимум 250-300 тысяч километров пробега. И отдельно стоящие от пружины амортизаторы, что облегчает замену компонентов. Тормоза у этого автобуса, естественно, в круг дисковые. Плюс у гибридной версии тормозная система позволяет использовать энергию рекуперации при торможении для подзарядки батареи. И по ощущениям, работа с педалью тормоза на гибриде сильно отличается от таковой на чисто бензиновой версии. Тормоза здесь очень чувствительные и эффективные. Таким мы увидели сегодня. Honda StepWagon в кузове RP в рестайлинге 2017 год выпуска. Гибридная версия. Если вас заинтересовала эта машина, есть шанс, что к моменту выхода видео она все еще будет в продаже в компании RDM Import в городе Новосибирске. Всю интересующую дополнительную информацию уточняйте по контактному телефону. Он в описании, на нем же WhatsApp. Пишите, звоните. Если обзор вам понравился, оказался полезен, лайкайте и подписывайтесь на канал. Спасибо, что смотрели и до новых встреч. Пока.